Всем привет! С вами Маша Смолот. Сегодня у меня небольшой обзор моего нового изделия. Это называется Inro. Это японская сумочка. В древности все японцы носили на поясные сумочки. Кстати, за пояс вешалось. Здесь могли быть бусины или еще что-то. Здесь еще можно было продолжить бусины. Мне эта идея понравилась, где-то увидела. Мне захотелось вырезать. Это прототипчик, конечно же. Мне нужно было посмотреть, как это все будет выглядеть, смотреться. Выбрал такой простой дизайн рыбешки. Непонятно кто это, даже не скажу. Сейчас расскажу, с какими проблемами я столкнулась. Во-первых, у меня был побольше хвост, шикарнее сломался здесь. Но это было в процессе, моя вина была. Материал, кстати, липа. Не буду больше из липа делать, потому что, ну, для, наверное, надежности и практичности надо что-то из-под тверже, там, дуб, например. Но я выбрала липу, потому что легко вырезать из нее и мягкая. Мне нужно было попробовать. Значит, сейчас расскажу. Как это работает? Значит, мы... Вообще, в принципе, инра это такой чехольчик, и он сделан поделен на несколько сегментов. Но я сделала... И каждый сегмент вообще... Вообще это используется подношение... подношение печати, или табака, или всяких, там, таблеточек. Вот. Вот. У меня одно отделение. Так это выглядит. Конечно же, в следующем не будет гвоздей. Это я уже придумывала, потому что надо было как-то все приколхозить. Значит, нить протянута сквозь, чтобы это все не потерялось при ношении. Вот. Сама идея такая. То есть на поясе висит, понадобилось что-то, открыли, взяли, там, допустим, монетки и закрыли. Я тут небольшой механизм придумала. Я, конечно, это все доработаю, потому что, в принципе, мне понравилась идея. То есть здесь вот есть такая прорезь, с ячейкой туда шапочка, шляпка, гвоздя заходят, и с этой стороны просто составляется. Ну, естественно, для нормальных изделий по-другому больше. Что-нибудь придумаю. Вот. Ну и не стопроцентное прилегание тоже связано с этим крепежом. Вот. Так, по крайней мере, не болтается, просто так не откроется. Так, как весь понадобится, просто раз, что-то достали и закрыли оград. Вот. Так она висит на поясе. Можно абсолютно любой дизайн делать. Мне понравилась очень эта идея, поэтому я решила попробовать. Так что, такие рыбешки у меня. И, друзья, если вам интересно посмотреть процесс, как я создаю такие штуки, то напишите мне об этом в комментариях, и я тогда сниму видео об этом. Всем спасибо за просмотр. Пока!